Всем привет, с вами я Леонид, и я сегодня приехал домой, в Россию, ночью, где-то в 4-5 утра. Я на самом деле устал, потому что всю ночь летел, у меня задержка рейса была, я очень сильно устал. Я был в Турции, отдыхал, опять, как в том году осенью, в Мукарнасе был. Там в Мукарнасе было два вида браслетов, детский вид браслетов, из ткани, по-моему, в том году такой же он был. Практически ничего нельзя с таким браслетом делать. Второй вид браслетов, ну, там было ещё несколько видов, но это почти у каждого человека было в том отеле. Это взрослый браслет, и ты с этим браслетом можешь там делать всё, что угодно. Ну, если только самим горки не включать, и всякое такое, что должны аниматоры делать, или работники от того отеля. Ну, а так, всё, что угодно можешь там делать с этим браслетом. Там были ещё несколько видов браслетов другого цвета, либо с двумя цветами сразу. Ну, у них были свои недостатки. Я там не мог, к сожалению, снимать из того, что шумно постоянно. Я, когда туда приехал, то я за два дня до, ну, довольно большого приезда, у меня за два дня, где-то, вот за два дня, где-то 14, может, меньше людей уехал, может, больше. Нет, меньше уехал, чем 14. Где-то 100 людей, может, чуть больше. Ну, немало уехал всё-таки людей, потому что они уезжают утром, днём, вечером, ночью. Поэтому я не могу точно сказать. Много людей туда приехало. В третий день, когда я уже там был, то было уже довольно плохо, потому что, когда много людей, то стали работники хуже посуду мыть, потому что не успевали они готовить. То есть, стали хуже. За два дня я мясо ел, было нормально. Уже на третий день мяса нету. И замес мяса стали рыбу давать. Рыбу так давали 5-6 дней. Ну, и, конечно, не подряд, но довольно часто рыбу давали. И эту рыбу, как писали на русском, жареная рыба, рыба, там написано, рыба на гриле. Ну, это на самом деле просто жареная рыба была. Они брали рыбу, клали на специальную плиту, и просто под температурой она готовилась. И, на самом деле, никакого гриля не было. Я там был в отеле Мукарнас. Повторю, тут даже написано Мукарнас. Был в этом отеле 10 дней. За 10 дней очень много людей проехало-уехало. Очень много людей, кто с травмами был. Потому что я за 10 дней в море ни разу не зашёл. Потому что я хотел так-то пойти в море искупнуться. Но боялся то, что меня волна окутает, и я там руку, ногу или что-то хуже здесь сделаю. И придётся мне в больнице лежать. Что у меня с отцом и случилось. У него там с ногой что-то я не помню. И он теперь ходить особо не может. У него очень сильно нога болит. И он практически ногой ничего не может делать. У него там практически внутреннее кровотечение началось. И это его только волна накрыла. И он ногой, по-моему, об камень ударился. Может, и не ударился, а задел ногу. И вот это вот случилось. На самом деле, плохо это было. Потому что он ходить не может. Только лежит. Если он в отеле за 2... Не. 3 дня ходил бы, то гораздо хуже у него было. И по страховке ему ничего не получилось. К сожалению. Но... Из-за того, что он 3 дня всё-таки лежал практически всё время. То страховка сработала. И... Я вам дам такой совет. Лучше всего в море не заходите, когда флаг либо красный, либо красно-жёлтый или белый цвет. Потому что у нас там за 10 дней флаг вообще цвет не поменял. У нас он двухцветный был. В две полосы. Красный, то ли белый, то ли жёлтый. Но волны были не слабые и не очень сильные. Так, средненькие. Поэтому не хотелось идти в море. И утром, днём, вечером постоянно один и тот же флаг висит. И так было везде. Потому что... То шторм в море. Там где-то вдали. То ещё что-нибудь. И... Получалось так, что... Для меня я не мог никак пойти купаться в море. В отеле... Лучше всего всё-таки быть либо в начале... Лето. Там весной. Либо в конце лета. Либо в начале весны. Ну и можно весной... Ой, весной. Осенью. Быть. Потому что... Людей не очень много. Я когда проехал, всё-таки... Ну... Меньше, чем полотеля было. Когда я проехал первые два дня. Ну а после того, как третий день пошёл, то уже людей всё больше и больше стало. В последний день очень много было детей. Взрослых немало. И... Постоянно, каждую ночь, всё время в каком-то номере орал бы ребёнок. И... Мне было так-то всё равно, но... С теми, с кем я ехал, им было плохо. Они просыпались ночью из-за криков этих. И не могли нормально спать. Всё-таки это не очень хорошо, когда... Ты вот ложишься спать, а ночью где-то... Двенадцать часов ночи начинает орать ребёнок. Маленький. И ты не поспишь, и другие не смогут. Так что... Лучше в начале, либо в конце. Лето ехать. Это мой совет. У меня сейчас... Есть... Не очень много карточек. Двенадцать карточек. Вот. И есть ещё... Я из пятёрки недавно пришёл. Вот такой вот набор. Большой футбол называется. Там я не знаю, что находится. Я под этим видео проведу опрос, что... Что делать мне? Открывать те три... Двенадцати, короче, карточки футболистов. И открывать вот эту вот пачечку. Либо ждать, когда у меня будут футболистов больше. И, возможно, вот это вот будет тоже больше. Как тут написано, то это игрушка пластиковая сфера. С шариком внутри. Я без понятия, что это. Потому что... Ну, я когда приехал, то это началось недавно. Возможно, в этот день. Возможно, и нет. Могло и начаться в то время, когда... Я уже был в Турции. Я был в Турции, в Аланье. Там, на самом деле, хорошо. Очень много людей, кто был из Аланьи с травмами. Там, с поврежденными ногами, руками. У меня... У меня отец попал в госпиталь. И, как проводник у меня, мама туда поехала тоже. Потому что можно одного проводника из семьи брать близких. И она поехала. Она, когда там была, то в госпитале довольно много людей было. И больше всего людей из них был дети. Из-за того, что массовые приезды людей, туристов. И стали хуже промывать и готовить еду. И посуду. Так что, опять же, я вам говорил. Лучше всего ехать в начале, либо в конце. Я вот не знаю, что... Сколько еще людей туда будет ехать. Но, все-таки, я вам дал свой личный совет. Если вы все-таки поедете в середине лета, то я вам дам такой небольшой совет. Пейте там хотя бы одну тогда бутылку колы в день. Минимум. И эту одну бутылку колы в день после завтрака. Потому что я в последние два дня, это вчера и позавчера, пил хотя бы одну бутылку колы в день. И после завтрака. Потому что все-таки не доготавливают, не промывают полностью посуду. Из-за большого количества людей. Вам такой мой совет. На этом я буду заканчивать видео. С вами был я, Леонид. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok